Этот вагон электрички Самара-Безенчук – один из 134 вагонов, который задействован в пригородном сообщении. Число перевозимых им пассажиров сейчас уменьшилось не менее чем на 50%, в частности из-за того, что на вынужденные каникулы ушли студенты. Но все равно пригородный и железнодорожный транспорт еще пользуются спросом у населения. Поэтому подвижной состав вместе с локомотивом обрабатывается из распылителей хлорсодержащим препаратом самым тщательным образом. Мы принимаем составы, обрабатываем дезинфекцию, производим составы, обрабатываем раствором. У каждого вагона обработка идет 2-3 минуты. После того, в течение 30 минут, заходим, делаем влажную уборку всех вагонов, протираем поручни, диваны, стены. После обработки протирка производим. На подобный режим санобработки подвижной состав перешел еще 20 марта. Особое внимание переходным площадкам и туалетным комнатам. В дезинфекции задействованы бригады от 4 до 6 человек. Периодительность она такова, что в связи с технологией работы подвижного состава на железнодороге, не каждый подвижной состав может зайти в депо в связи с его оборотом. Поэтому при возможности захода подвижного состава в депо производится его обработка. Какой-то подвижной состав обрабатывается раз в сутки при выходе и заходе, а какой-то подвижной состав от 2 до 3 раз. Кроме того, как подчеркнул глава пригородной пассажирской компании, на таких конечных пунктах, как Сызрань, Богвестнево, Безинчук и Жигулевское море, где нет технологической возможности использовать автоматические распрыскиватели, дезинфекция вагонов проводится вручную. В связи с объявленной, согласно указу президента, нерабочей неделей, сейчас пригородные электрички выходят на рельсы по графику выходного дня. Впрочем, предприятие, ввиду востребованности такого вида транспорта, пошло на увеличение числа вагонов в поездах. Так, на Сызранское направление двум локомотивам добавили по два вагона. Подобного графика пассажирская компания будет придерживаться до особого распоряжения. Владислав Жирнов, Андрей Авдеев, Новости губернии.